дмитрий здравствуйте доброе утро смотрели вчера за этим невероятным диалогом между владимиром путиным и крупным бизнесом смотрю достаточно регулярно на протяжении наверное лет 20 как минимум что-то вот в свежие встречи новое принципиально увидели обратили на что-то внимание или это какая-то ритуальная штука которая не несет в себе никакой информации важной ну скажем так первое это встреча какой-то из разряда must have то есть она должна происходить второе что последние годы бизнес больше молчит вот по причине совершенно конкретные понятные не как это не гони волну в данном случае все вопросы которые обсуждаются они обсуждаются кулуарно в зависимости от близости возможности вашей джар службы поэтому фундаментально то вот все что под камеру ну я это воспринимаю как ритуальность и она должна быть такая must have все это пытаться там как-то сделать глубокомысленные выводы именно из публичной встречи бессмысленно владимир путин сказал что несмотря на беспрецедентные вызовы здесь понятно о чем он говорит в экономике укрепляются позитивные тенденции а вот во второй части вы понимаете о чем он говорит ну в целом он же говорит первое мы живы как-то вышли на пятое место по так называемым паритет покупательной способности обогнали германию там прирост больше чем был планировался денег в бюджет получил больше чем планировалось поэтому вот всегда по подобного рода то есть под любую сентенцию свойства экономики и вообще его свойства больших чисел или больших большого набора чисел это то чтобы все чтобы вы не сказали совершенно легко можно найти на оправдание элемент и даже из самой трагичной ситуации можно всегда вырисовать как-то мы на траектории положительного спроса отрицательных тенденций уверенно пробиваем дно до отрицательный рост но это некрасивое слово там отрицательный рост тоже а вот положительные тенденции соответственно при отрицательном тренде это всегда хорошо и получается что все эти цифры вот когда владимир путин говорит что ввп россии по итогам года прибавил 3,6 процента это вот оно это вот все какая-то такая абракадабра чтобы занавесочку симпатичную повесить на самом деле не не надо заглядывать за эту занавеску ну смотрите значит еще с прошлого года я пояснял что двадцать четвертый год мы протаскиваемся достаточно ну условно не они сложно и в целом если не произносить вторую часть фразы а за счет чего собственно говоря происходит прирост он по происходит он реально происходит теперь вот как условно говоря легким движением руки выйти на пятое место по обогнав даже фрг объяснял это в вашем эфире может не объяснял представим что у вас есть две семьи одна семья соответственно проклятых бюргеров недухоскрепных естественно там с пропагандой лгбт-57 стандартных полов и папа-мама не называются по родитель 1 и родитель 2 ну у них вообще все трагично но они ездят например на каком-нибудь там трехлетнем бмв их сын учится в каком-нибудь там местном университете их соответственно закредитованность предположим там три тысячи на евро общий доход например 10 тысяч евро соответственно машину они не меняли очень давно ну по крайней мере три года или у вас есть другая семья абсолютно живущая ну в эритрее мы не будем сейчас даже применять другую страну вот в этой эритрее например папа когда-то зарабатывал пять тысяч эритрейских рублей а теперь он стал зарабатывать по разным причинам 150 тысяч эритрейских рублей мама накупила в этой эритреи какой-нибудь со всем когалом мы в этой небольшой эритреи купила какую-нибудь однушечку в заколымский если посмотреть с точки зрения роста благосостояния эти проклятые бюргеры с папой которые отсутствуют вернее там у них присутствуют вот эти полы 57 видов там плитка ламинат и все остальное конечно же не могут себе позволить купить однушку в эритрейском есть какой-нибудь бугульме вот поэтому естественно мы фрг обогнали по паритету покупательной способности потому что плюс ко всему можно купить эритрейскую ладу и это лада конечно же она свежая более свежая чем там какая-то проклятая недухоскрепная бмв вот и все владимир путин говорил о том что на вот там надо обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса мантры читал а при этом мы наблюдаем абсолютно обратный тренд когда у нас идет передел собственности и ну то и дело там средней компании покушаются на крупные компании что вы видите собственно в этом процессе насколько он быстро идет и насколько это соответствует или не соответствует тому что вчера говорил путин ну смотрите в вашей фразе собственно говоря все правда надо обеспечить что предсказуемость бизнеса первая часть поставили точку дальше вы говорите о том что соответственно происходит там там перемена собственности где вы видите прямое противоречие я просто пытаюсь вы чтобы вы описали нам этот тренд потому что для некоторых для некоторых даже здесь еще раз вот в вашей фразе обе фразы обе части фразы совпадают надо обеспечить предсказуемость где не биться предсказуем что отнимают чего предсказуем и конечно но не ничего вот этого вашего там вот эти вот эти ваши либеральные штучки предсказуемо отнимают Это же просто натурально тот эпизод, когда Путин говорит Я знаю, почему никто не хлопает, потому что правоохранительные органы работают Предсказуемо, предсказуемо Единственное, что, конечно, что бы представили А каждый делает своё дело Не морочите голову, всё предсказуемо Так у больших-то отбирать будут, и если будет, то когда? Ну, смотрите, значит, всё, что касается переделов Будем честны, переделы идут всё-таки на боковичках То есть это идёт некрупный бизнес Ну, то есть он крупный в смысле объёма, но это некрупные финансово-промышленные группы Потому что крупные финансово-промышленные группы, они обладают, в первую очередь, как раз силовым блоком в каждой из них Кто-то их называет башнями, ещё как-то какими-то иными концепциями И эти крыши у них весьма и весьма плотные А те, кто находится, условно говоря, там, ну, вот такие Вывесился, вывесилась ножка, ручка То эту ножку, ручку, конечно, отнимут Но большие пока Большие капиталы пока не переделивают И пока нету таких даже тенденций Покушений в эту сторону Дмитрий, а большие капиталы, это сырьевые капиталы? Потому что, ну, сразу думаешь, что А МАКФа, это чего, небольшой? Или вот, например, сейчас на Владельца Русагра, кажется, готовят какой-то наезд Это же тоже, кажется, очень большой Но когда начинаешь сравнивать Всё-таки вот по-настоящему крупные, да, игроки Это всё сырьевое То, что, значит, переделы Если мы бы, условно говоря, вы бы увидели, услышали Там передел Серьё большой металлургии Не мелких каких-то заводиков Потому что мелкие заводики тоже переходили Три завода, по-моему, переходила В собственность А если бы услышали передел там нефтегазовых компаний Энергетических компаний Ну, или вот опять-таки металлургических Тогда, да, это передел А пока это вот Случайно вы вывесили ножку И кто-то не отследил И вот эту ножку, соответственно, отняли Налоги повышать будут? Владимир Путин всё тут это Грозился донастройкой налоговой системы Ну, поскольку всё-таки Из нас троих Вы всё-таки обладаете талантом сложения букв слова Причём же вы такие грубые слова Там, понимаете, вот налоги Ну, может быть Это может быть сборы Это может быть начисление Это могут быть Ну, вот найдите 180 аналогов Когда налоги не будут повышаться А денег в бюджет поступит больше Ну, вообще, мне нравится эта формулировка Донастройка налоговой системы Вот, вот видите Я сразу вижу Знаете, как я себе визуализирую это? Когда в панельной пятиэтажке Кто-то себе балкон дополнительно укрепляет Ты этаж иногда Настраивает И там, получается, ещё полэтажа Ну, это идеальная схема А тут представьте, что Вы представляете Это пристраивание к А вот если, например, рядом Вырастает прямо вплотную к пятиэтажке Прямо в зоне отчуждения Там пяти метров Вырастает, например, небоскрёб метров Там на триста Вот это вот как раз Самая вот эта донастройка А тут вы какой-то мелочи Мелочи по карманам тырить предлагаете О чём? Ну, как? Чё получится тырить? То и тырят, мне кажется Тут уже никто Нет Не смотрит Мелочи, не мелочи Все тырят в соответствии с планом И план по валу Вал по плану Не надо Тут не надо вот этих всяческих Либеральных штучек Они всё Всё-всё-всё-всё понимают Слушайте, а вот Хорошо тогда Давайте посмотрим на Людей, которые живут в стране Тут мы всё Про каких-то начальников Как там кто кому хлопает Крупный, средний бизнес Вообще там есть люди Где-то так 140 миллионов У которых как раз Мелочи-то и тырят по карману Потому что больше, чем мелочи У них уже не остаётся Мы с вами во время Но вы же знаете Кто у них перед деньги По карману Я подозреваю, что вот эти самые ребята Которые там сидят Владимир Путин и его Министр Ничего подолк Это в основном Англосаксы? Конечно, Англосаксы Барак Обама и всё остальное Первого раза угадала Молодцы Вот всё-таки чувствуется Что даже в вашей либеральной Прорывается Прорывается дух разума Государственной программы Значит, пока англосаксы Потырили всю мелочь Из карманов Граждан Российской Федерации Кажется, мы сейчас вернёмся К любимой теме Под названием Цены на яйца Помните, вы нам уже однажды Объясняли Что это сезонная такая история Грядёт Пасха Опять будет всё то же самое Опять все начнут паниковать Это какая-то психологическая история Ну, во-первых Давайте начнём с базового Конечно, паниковать люди начнут И вопрос, соответственно Подготовилось или не подготовилось Вот это всё товаропроводящее кольцо К этой условной панике Ну, там не столько То есть, самой паники При наступлении Пасхи Не возникает Просто возникает повышенный спрос Обычно Под это уже Всеми алгоритмы рассчитаны Вопрос в том Насколько Ну, вот в этой ситуации Можно же и очень аккуратненько Воспользоваться Чуть-чуть Притормозить на тех или иных этапах Поставку в товаропроводящее кольцо яйца И оно может привести к росту Или сначала к дефициту А потом к росту цены Как таковой Вопрос Как будет действовать Эритрейская, соответственно, власть А эритрейская власть Может действовать Обычно дубьём Направить эритрейскую генпрокуратуру В эритрейские же розничные сети Ну, узнаем уже на самом деле Довольно скоро Как они подготовились Эритрейские власти Там у нас Это же кто? Наверное, Минсельхоз, да? В первую очередь И талантливые руководители Вы всё-таки Чувствуется хотите на святой Вы же помните Я знаю, кто возглавляет Минсельхоз Да, то есть там прямая связка То есть вы там Аполитично рассуждаете В эритреи там Всё взросло Там, как говорится Служба Федеральная служба безопасности Эритреи Соответственно, Минсельхоз То более матери истории ценен Говорим Минсельхоз Подразумаем, соответственно Службы безопасности Нет, ну как Слушайте Вот история Замминистра обороны Тимура Иванова Говорит о том Что, в принципе Иногда можно и на святое покуситься Но в данном случае Это как раз Про то, что Минсельхоз В этой игре Святее Святее, конечно Да, потому что Если мы говорим О Атаке на Сергея Кургетовича Которая ещё идёт Со времён Как раз Царство Небесное Господин Пригожин Вот То, в общем Она просто продолжается И это В общем Всё это спицы делаете Понятно Ох А что Как-то с рабочей силой То у нас Есть кому работать Мигранты уезжают После теракта в Крокусе Давление большое Что Как закрывать эту дру-то Никак Просто не работать Это же Как-то Это же прекрасное Удивение То есть Здесь же Вы понимаете Вот В этом-то и прелесть Вы же исходите Из некого посыла Что делать Если, например Есть Есть незаполненные Рабочие места Ну Рабочие места Просто будут сокращаться Вот Те иные или иные Процессы Бизнес-процессы Убиваться Причем я сразу могу сказать Что Этому видео Ну лет Наверное уже Больше 15 Которое называется Россия дохнет и стареет Я не знаю Осталось ли оно В интернете Я могу сказать Что О том Что Россия будет вымирать Это абсолютно Демографическая тенденция Она никак даже Не привязана К тому Что называется СВО Но Но если вы Изначально То есть Процессы Деторождения Не только вынашивания Ребенка Но самое главное Переводы его Из ребенка В трудоспособное Население Эти процессы Которые Ну циклы Минимум 20 лет Вот всегда Их надо закладывать И если вы 20 лет Не закладывали Эти циклы А теперь вы Хотите Чтобы у вас Рождаемость Выросла Там На Необходимые Там 2 и 3 Ребенка На одну семью Оно так не произойдет То есть вы должны Для того Чтобы у вас Выросло Деторождение Титульной нации Фундаментально Другие процессы Делать Плюс ко всему Самая основная Проблема Мигрантов Она даже Не в самих Мигрантов А в том Что если вы Выстраиваете Экономику По перекладку В эритреи Постоянно Плитки Бордюров И рытья Каких-нибудь Траншеев Для прокладки Исключительно Кобелей То у вас Всегда будет Потребность Примитивной Рабочей силой Если вы Выстраиваете Свою экономику Как сложно Техническую Снофер Сложно Технологическую Экономику Встроенную Во многие Бизнес-процессы Во многие Цепочки Продаж Там Понятно Контактируя Со всем миром То у вас Будет Конечно Мигранты Но только Это будет Как Вот в церне Работают Одни Мигранты Я могу Сказать Там Если Куда Не плюнь Там Титульной Нации Нету Но в церне Мигрант Мигранту Рост Вот можно Выстроить церн А можно Плитку Перекладывать Вот все Зависит от того На что вы Делаете ставку Да Но церн Это выстраивать Долго И мигрантов Искать туда Квалификации Нужной Квалификации Тоже непросто А плитку Просто Быстрые Деньги Прямо сейчас Проблема Даже не в том Что это Долго Недолго Если ты Правишь Более 20 лет Можно и церн Было построить Совершенно Проблема Не в деньгах Не в скорости Строения Самого церн А то что церн Это многоуровневый Многопрофильный Холдинг Который Связан С большим Количеством Научных Институтов И ты не можешь То есть В чем проблема Церна Церн не может Или государство Которое Держит в себе Церн Не может Херачить Налево Направо Объявляя Что церн Это самая Духоскрепная Скрепа Всего мира Он вынужден Идти на множество Компромиссов И быть Таким Хабом Поэтому Выстраивание Церна Тут же Приводит К тому Что у тебя Другая Внешняя Политика Спасибо Тоже на святое Покусился Дмитрий А я про Эритрею А я про Святыню Эритрея Может быть Тоже Дмитрий Что в самом деле Да Мы тоже Вот Эритрейская Программа Сегодня в эфире Эритрейская Брэкфаст Шоу Кстати Интересно Что в эритреи Едет на завтрак Но Кукухню Раз только завтра Надо будет Уточнить И нашего Эксперта Дмитрию Потапенко Мы говорим Огромное Спасибо И обязательно Ставим лайк Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok